Многие проводят свободное время, катаясь на лыжах, коньках, санках и снегокатах, не обращая внимания на то, что трассы зачастую выходят на замерзшие водоемы, речки, пруды и водохранилища. Зимой, благодаря действию мороза, лед становится достаточно толстым и прочным, но с приходом весны все меняется. Весенний лед таит в себе опасность. Следует помнить, что прочность и толщина льда измеряется на протяжении поздней осени, зимы и ранней весны. Осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Но даже при кратковременной оттепели он опять же может стать рыхлым. А весной ледяной покров под воздействием солнца и талой воды быстро делается рыхлым и очень слабым. Рыбакам и любителям необходимо передвигаться уже с осторожностью по поверхности льда. Что касается детей, то взрослым необходимо запретить нахождение детей на водоемах в данный период времени. Всем понятно, что если взрослый провалится, то у него есть какие-то шансы выбраться, если он знает алгоритм действий. А вот если ребенок провалился, то там уже шансы маленькие. Если вы провалились под лед, освободитесь от тяжелых вещей. Скиньте тяжелую одежду и обувь. Они могут потянуть вас на дно. Алгоритм следующих действий расскажет государственный инспектор Шадринского участка ГИМС МЧС России по Курганской области Сергей Соколов. Нужно развернуться в ту сторону, откуда пришел, как можно шире раскинуть руки, грудной клеткой опереться на кромку льда и без резких движений постараться вытянуть себя на лед. Ни в коем случае не встаем, отползаем в сторону берега. Если до укрытия далеко, то лучше снять верхнюю одежду, чтобы меньше переохлаждения было одеть и уже бежать в укрытие. Когда до укрытия пришли, необходимо снять мокрую одежду, одеть теплую, сухую, пить теплый чай, компот. Ни в коем случае не алкогольные напитки. А теперь перечислим необходимые действия при оказании помощи другому человеку, попавшему в такую ситуацию. В первую очередь нужно крикнуть утопающему, что вы идете его спасать. Это необходимо для того, чтобы человек знал, что он не один и помощь рядом. Далее нужно привлечь внимание других людей, а также вызвать спасателей и скорую помощь по телефонам 101 или 112. При наличии длинной веревки можно один ее конец привязать к дереву или дать его держать людям на берегу, а второй конец обвязать вокруг себя. Ползком добраться до полыньи и бросить конец утопающему, чтобы назад по этой веревке могли выбраться и вы, и он. Если поблизости есть доски, их также следует подложить под себя и таким образом подобраться к полынье. Далее нужно бросить утопающему веревку, которую он должен намотать на руку. Так его можно будет вытянуть на лед или на берег. Кроме того, не имея веревки, можно использовать одежду, если на берегу несколько человек. Куртки можно связать рукав к рукаву и также кинуть утопающему. На берегу с пострадавшего необходимо снять мокрую одежду, укутать его в сухие теплые вещи и быстро доставить в теплое помещение. Или, если до помещения очень далеко, развести костер и напоить горячим питьем. И самое главное в таких ситуациях – не теряться, не паниковать и не делать рискованных и необдуманных действий. Они могут привести к печальным результатам не только для спасаемого человека, но и для самих спасателей. Каждую неделю есть выезды. Мы проводим профилактическую работу с населением, с рыбаками, с гражданами. Организуем межведомственное взаимодействие с сотрудниками рыбоохраны, с инспекторами природоохраны, со спасателями города Шадринска. У нас проводятся мероприятия. Ну а сейчас, в данный период времени, это очень актуально. То есть лед становится рыхлым, непрочным. То есть усиление патрулирования идет. Государственная инспекция по маломерным судам просит жителей города Шадринска и Шадринского района быть сознательными и не оставлять детей вблизи водоемов без присмотра. Не выходите и сами на лед и соблюдайте правила безопасного поведения для сохранения своей жизни и здоровья.